приветствую всех с вами как всегда дмитрий черемушкин и сегодня поговорим немного про пенсию нашу любимую на днях правительство в лице дмитрия медведева объявил о том что она хочет привести некую реформу который подразумевает под собой что мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет женщины в 63 но слава богу наступит не завтра для мужчин значит это все наступит в 2028 году у женщин это все наступит аж в тридцать четвертом году поэтому с одной стороны все хорошо с другой стороны все плохо для кого-то значит почему так произошло да все думают что какое плохое правительство какое плохое государство вот она тут нас сжимает вся проблема в том что количество молодых людей которые работают и платят в пенсионный фонд сокращается постоянно все меньше 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 и вот сейчас как раз у нас был провал 90-е годы все эти дети сейчас идут тоже работать но их гораздо меньше чем было в 80-е и 70-е годы вот а количество стариков как вы понимаете все больше и больше и правительству постоянно нужно находить дополнительные средства чтобы оплатить пенсию получается у правительства было два варианта на самом деле либо поднять социальные выплаты у тех кто работает то есть если вы работаете увеличились бы они еще намного и вызвало бы бурные не не восторги да то есть вы бы скорее всего вышли на площади и сказали мы и так платим да там бешеный почти под 40 процентов всех налогов с нашей зарплаты а тут еще вот ну и второй был вариант просто урезать пенсии уже текущим пенсионером да ну и как вы понимаете это вообще не гуманно да урезать это из того что и так ничего нету да вот поэтому приняли решение повышать пенсионный возраст и такой еще маленький бонус то что после этого пенсии будут увеличиваться каждый год на одну тысячу рублей вот это как бы прямо бальзам на душу нам всем вот но тем не менее тем не менее значит мы поняли почему это произошло я мне кажется это еще один сигнал стороны государства о том что о вас позаботиться только вы сами да то есть лучше всех то есть лучше чем вы о себе никто не позаботится о государству и тем более вот и пока получается так что допустим нашему поколению моему поколению еще лет 30-40 до пенсии ну и соответственно наступит такой момент лет через 20 мне кажется что пенсионный возраст отодвинут еще дальше то есть сейчас это 65 для мужчины и вот лет через двадцать из-за того что продолжительность жизни у нас растет в мире и с учетом новых технологий да научились лечить и то и то и пятое и десятое там и глаза вставляют уже и уши там и ноги да то есть люди уже будут жить там средний возраст россии увеличится там 65 куда-нибудь так 80 лет через 20 вот и государству просто ничего не останется кроме как опять эту планку отодвинуть повыше да до 70 лет но представляете себя сейчас ну сейчас вам там 20 30 там кому-то может 40 лет и как бы вы себя чувствуете очень хорошо так чудесно у вас там карьера все все только впереди все только начинается а у тебя представьте что вам уже 60 или там 65 лет и до пенсии еще лет так 10 да так и сил это уже не те карьерного роста уже нету и скорее всего ну устроиться на работе даже сейчас людям которым за 50 крайне проблематично то есть конечно мы не особый специалист который там строил блога карьеру хорошее место занял да но таких сколько пять процентов десять процентов от общей рабочей массы да все-таки наверно 80 90 процентам придется в 60 лет если их уволят до проблемы с работой начнутся а я представляю себе через 30-40 сейчас технологии такие что вот с телефоном ну еще там моя мама более-менее научилась пользоваться таким телефоном да а лет через 20-30 я боюсь технологии быть такие что многие просто откажутся их понимать и соответственно что останется вот вам 60 лет вас уволили с работы до пенсии еще десять лет и что делать новый мир новые технологии все летают там космос не за на серфе каком-нибудь да там еще что-то происходит тут фильм она как назад в будущее посмотрите вода и что вам делать 60 лет никто не берет на работу 10 лет до пенсии денег нету если мы сможем хорошо дети да дети могут помочь но исходя из моей личной практики и того опыта который у меня есть все-таки большинство родителей наоборот помогает детям еще лет так до 25 а то и и постарше и до 30 еще лет и кого подбрасывают им немножко деньжат поэтому на детей как бы первое время даже рассчитывать я тоже думаю не стоит вот и представляете вам 60 силы не те уже хочется просто прилечь потому что спину ломит там ломит здесь все плохо просто прилечь наконец-то так откинуться где-нибудь в лежачке где-нибудь в майами условно говоря ли там в турции на худой конец попить коктейльчика а денег нету тебе горят и государство говорите четко иди работай ты чё тут разлегся давай иди работа или ты бомж что ли давай 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 и вот я хочу эту картину перед вами создать для чего чтобы поняли одну вещь старость она наступит она наступит она наступит достаточно быстро спросите свою бабушку спросите свою дедушку когда им было двадцать тридцать лет они вообще думали о пенсии конечно нет какая пенсия о чем вы и мы как тут мы бессмертный у нас копей мы молоды нам хорошо какая пенсия о чем ты говоришь вот когда будет пенсионный момент тогда подумал об этом но тогда уже будет очень поздно и тогда уже будет очень жесткое приземление ну например я перед записью этого видео прошелся по офису поговорил своими друзьями спрашиваю вы уже начали инвестировать и уже подумал о будущем там ну там начал откладывать все ходил кричал вы купили уже акции газпрома дали купили другие акции ну как показала практика всего пару человек из десятка которые я просил реально что-то сделали то есть представьте большинство то есть восемьдесят процентов тех с кем я знаком кого спрашивал на текущий момент не делают абсолютно ничего для своего будущего ничего у всех находятся отговорки кому-то там ипотеку надо закрыть кому-то выплатить за автомобиль у кого-то просто зарплата маленькая не на что откладывать ну и так далее и тут самый-то тяжелый момент и образуется что у вас не образуется привычки откладывать и вкладывать пускай даже 100 рублей действительно есть случаи когда невозможно отложить достаточного количества денег но начните хотя бы по чуть-чуть откладывать пускай это будет сегодня первый ваш день когда вы отложите первые 100 рублей да каких-то 100 рублей но просто возьмите откройте накопительный счет условно говоря без рекламы возьмете какой-нибудь крупный российский банк а можно один из самых крупных и у них есть да и в принципе у всех банков есть индивидуальные пенсионные программы да если вы не хотите разбираться не в акциях не в облигациях там ни в чем да просто положите чуть чуть туда денежек и начните каждый месяц откладывать хотя бы 100 рублей я думаю 100 рублей каждый может из вас позволить для чего это мы делаем для чего мы откладываем столь маленькую сумму денег для того чтобы у вас голове образовалась новая такое слово скажу нейронная связь нейронная связь это самый короткий путь из точки а в точку б когда вы откладываете денежки у вас появляется некая привычка привычка что-то откладывать сейчас 100 рублей 50 рублей и как только привычка начнет работать вы втянетесь так называемую игру а создание капитала это очень увлекательная игра и через 5-6 месяцев через год вы скажете что то уже как-то не интересно 100 рублей откладывать давай-ка отложу 500 рублей давай-ка отложу 1000 рубля давай-ка я не куплю себе он ту новую машину потому что она так отложу вот этот миллиончик лучше в свою пенсионную программу и поезжу на поле простом автомобиле да вот или не поеду на очень дорогой курорт поеду чуть попроще но зато я очень много денег смогу отложить и когда вы втянете в эту игру она станет настолько интересный для вас и иногда даже вы бы не будете замечать но когда пройдет 357 лет вы так посмотрите на свой пенсионный счет уже сейчас да вам там условно 35 лет а у вас уже там 5 миллионов на счету и вы думаете блин да это работает то есть я начал со 100 рублей потом втянулся и сейчас уже 5 там 7 миллионов а 7 миллионов по 10 процентов это 700 тысяч в год это ну 60 условно тысяч рублей в месяц то есть за несколько лет там сказать за 10 даже лет вы сможете себе создать уже несколько пенсий государственных и вам уже эта государственная пенсия вообще не нужна будет о чем вы говорите и вы это будете делать просто по чуть-чуть откладывая даже не будете этого замечать каждый месяц определенную сумму вы можете поставить это в своем личном кабинете банковском чтобы каждый месяц автоматически какая-то небольшая сумма снималась да там первого числа каждого месяца отправлялась допустим на пенсионный какой-то ваш план да там в облигации в акции куда угодно сделайте это прямо поставьте на паузу это видео закончить его и обязательно зайдите в свой кабинет и сделать чтобы каждый месяц хотя бы 100 рублей 200 рублей отправлялась на такой пенсионный фонд и через немного лет вы поблагодарите потому что вас создаст первый капитал первый действительно капитал важный ну и в заключении наверное хочется сказать что мы часто жалуемся это слышу постоянно и вижу сам как приезжают в москву иностранцы да приезжают не только конечно москву но много где приезжают именно старики которым там за 70 они такие довольны и счастливы и грубками ходят там японцы американцы европейцы немцы там ну и часто слышу что вот у них то пенсия большая да не то что наше клятое государство которое там нищенскую пенсию платят своим старикам ну разница во первых у них не было такого стресса который был у нас 90-е годы естественно то есть те люди которые у нас копили там 60 и 70 и 80 они потеряли эти деньги но тогда не было инструментов куда можно было вложить эти деньги но и сейчас повторяется та же ситуация то есть те из вас кто не будут создавать этот капитал окажутся через 30-40 лет в том же положении что и наши текущие старики когда-нибудь вот это государство нас не позаботилась она снова отодвинула срок до 70 лет и опять нам платит нищенскую пенсию на которой ничего нельзя сделать но в западных странах пропагандируется пропагандируется вкладывание откладывание средств различные программы да есть сша программ есть в европе программы которые подразумевают под собой то что вы можете поможет ваш работодатель а можете вы сами а вкладывать деньги на специальные необлагаемые налогом счета так называемые и и мое общение реальность иностранцами которым сейчас за 50 60 допустим беру уроки да у человека который у американца который сейчас в районе 60 лет и он мне очень четко расписал программу как как раз его коллеги его возраста сейчас живут и он говорит что мы когда нам было там 20 лет когда мы устроились впервые на работу мы уже тогда начали по чуть-чуть на работодатель всячески стимулировал чтобы они эти часть денег реально откладывали и получилось что сейчас он будет достаточный капитал чтобы в принципе получать и госпенсию она небольшая кстати в сша небольшая госпенсия и большая часть это та часть которую они откладывали поэтому начните уже прямо сейчас потому что еще раз повторю через 20-30 лет 65 летний порог для мужчин будет сдвинут к 70 годам и вот самое плохое оказаться в 60 лет когда у вас нету капитала и до пенсии еще лет 10 вот ну сегодня был такой очень неприятный честно говоря выпуск потому что он в это плохого пенсия мы еще молоды поэтому просто удалите это видео и забудьте про это надо просто радоваться жизни все деньги надо тратить сейчас живем один раз все-таки да не забывайте пенсия это это с кем-то случится другим но не с нами вот с вами был дмитрий черемушкин поспитывает подписывайтесь на канал уже заговаривать и увидимся следующих видео в следующем видео мы с вами поговорим о том что же выбрать купить себе квартиру либо купить себе маленький кусочек инвестиционного фонда недвижимости до скорых встреч пока